и снова здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры в данном видео я хочу ознакомить вас с крайне интересным историческим фактом который был описан как ни странно одним из представителей армянского народа события происходили в далеком 1949 году с ночи на с 13 на 14 июня что же произошло дорогие друзья а произошло следующее многочисленных представителей армянского народа из различных регионов советского союза решили сослать на алтай числа в частности озвученные здесь составляют двенадцать тысяч семьсот двадцать восемь спец переселенцев в чем их обвиняли а вот здесь очень интересно их обвиняли в соучастии работы на территории советского союза такой антисоветской организации когда шнакцутин в сотрудничестве с нацистами во время великой отечественной войны странный момент не так ли тем более на фоне того что данные процессы стали происходить во время когда горикин что сорок четвертом году уже находился в застенках лубянки нквд совпадение ли как говорится не верю тем более учитывая то что остановить данный репрессивный аппарат не смог даже такая личность как микоян то есть те факты которые в этот момент легли на стол глав нквд были столь обширны что закрывать глаза было уже невозможно но микоян смог сделать другое он смог поиздеваться над тюрками потому что армян стали ссылать не в сибирь не на север не на крайний север как это делалось со многими народами и даже не степи средней азии нет их стали ссылать почему-то на алтай чувствуете издевку потрясающе я знаю что сейчас скажут армяне во всяком случае те армяне которые хотя бы иногда открывают книги по истории они скажут что азербайджанцев тоже переселяли азербайджанцев переселяли с территории армении который граничит с турцией и здесь до переселяли потому что боялись нападения я турции на советский союз и что азербайджанцы могут поддержать турок а в отношении активизации турецких войск на границе с ссср это можно понять но ведь армян свозили с территории со всего советского союза по обвинению в сотрудничестве с нацистами интересный момент я хочу поблагодарить всех тех кто присылать мне столь интересные статьи статья очень обширная вы сможете с ней ознакомиться но знаете что интересно чуть позже пятьдесят седьмом году никоян обратился хрущеву в отношении того что карабах стоит отделить из состава азербайджана передать армении почему я об этом вспомнил сейчас вы поймете потому что ответ хрущева о том что он готов решить эту проблему за несколько дней отослав армян на север особо буйных почему-то действительно вызвало у микояна массовую панику что он на долгие годы замолчал сейчас мы с вами понимаем почему микоян замолчал потому что сорок девятый год это в общем то маленький промежуток времени сорок девятый пятьдесят седьмой 8 лет и армяне помнили чем это может закончиться хочу поблагодарить мамикона осипяна хочу за то что он опубликовал данный пост хочу поблагодарить тельмана таймура за то что он прислал данную информацию большое спасибо это крайне важно ну а я на этом с вами прощаюсь сегодня еще будут видео в частности о владимире погасяне не пропустите также мы поговорим и о тюркских городах которые стали русскими городами не российскими а именно русскими просто россия их позиционирует как русские города надеюсь я вас заинтриговал тогда на этом я пока с вами попрощаюсь до новых встреч на моем канале лайки дизлайки комментарии не забудьте поделиться также ссылками в соцсетях пригласить друзей и знакомых по данным видео кроме данной крайне интересной информации я оставлю обязательно данные для спонсирования канала вашего слуги на этом все всегда ваш сейдов камран до свидания до свидания а